Перед нами сегодня стоит вопрос. Вы знаете, когда я готовилась к этому докладу, у меня было очень много вопросов. Я думала, что, проштудировав такое большое количество литературы и пообщавшись с, в общем-то, мировыми экспертами, у меня сложится определенное впечатление, определенное понимание, и я его интерпретирую для вас. На самом деле, сейчас вопросов больше, чем ответов, поэтому позвольте поделиться с вами моими соображениями и моими сомнениями. Итак, радикальная простатоктомия. Пожалуй, основной и один из самых эффективных методов лечения локализованного и местно распространенного рака предстательной железы. И тем не менее, мы выделяем факторы прогрессирования после рака предстательной железы. Согласно, опять же, мной ознакомленной литературе, так в случае АИСАП ядерного Грейта более двух, с местно распространенным опухолевым процессом и независимо от края резекции, риск прогрессирования в течение пяти лет достигает 50%. Независимо от символа Т, количество удаленных лимфатических узлов, степень поражения этих лимфатических узлов, экстракапсулярная экстензия, ассоциирована с ранним рецидивом заболевания. Кроме того, если поражено более 20% метастатических узлов, это также плохой прогноз болезни. И метастазы в лимфатических узлах, по данным ряда авторов, основной неблагоприятный фактор при поражении трех лимфатических узлов и более резкое увеличение риска прогрессирования. Надо сказать, что прогнозические факторы прогнозируют разные исходы заболевания. Так вот в этом большом аналитическом обзоре было показано, что в случае положительного хирургического края, высокой градации паглисону, высокой категории ПТ, короткого времени удвоения ПСА и высокому стартовому ПСА мы более ожидаем развития отдаленных метастазов, а высокий айсап ядерный грейд, короткий интервал до биохимического прогрессирования, короткое время удвоения ПСА с опухоль специфической смертностью и с общей выживаемостью. Кроме клиника патоморфологических предикторов развития рецидива заболевания, конечно, сейчас большое внимание уделено различным генетическим исследованиям. В частности, недавно валидизированный геномный прогнозический классификатор DCFR при его адаптации и сравнении с клиникопатоморфологическими различными классификаторами, вот в данном конкретном исследовании это анализ по пяти исследованиям, почти тысячу пациентов, из них 855 выполнено генетическое исследование. Вообще, этот классификатор представляет собой анализ по панели с 22 генов, и при медиане наблюдения 8 лет всех пациентов разделили на 3, в зависимости от уровня вот этих генетических аберраций, разделили на 3 прогностических группы. Низкий риск, высокий и промежуточный. Так вот, 10-летняя кумулятивная частота метастазирования при низком риске составила 5,5%, в промежуточном 15% и высоком 26,7%. Кроме того, было продемонстрировано, что предиктивная значимость этого теста выше, чем нами привычных клиникопатоморфологических моделей, и ЦИндекс для 10-летней безметастатической выживаемости составил 0,76%, а для генетической 0,81%. Каждый ли положительно оцененный хирургический край является предиктором для раннего прогрессирования болезни после простатэктомии? Перед вами исследование более 1000 пациентов включено, им была выполнена радикальная простатэктомия, и у третьей из них выявили положительный хирургический край. При однофакторном анализе оказывали влияние на частоту возникновения рецидива множественные очаги по краю или единичные, только локализующиеся в верхушке железы или в других, более 5 мм, менее 5 мм протяженность, и оценка индекса глиссона именно по этому краю, то есть те клетки, та ткань, которая определяется в крае, какой она имеет патоморфологическую характеристику. Так вот, при многофакторном анализе оказалось, что только паттерн глиссона оказывал влияние на развитие раннего рецидива и протяженность положительного хирургического края. Итак, выполнили радикальную простатэктомию. Что дальше? Чем мы можем помочь пациенту? Ну, мы можем оставить его под динамическим наблюдением, можем провести молочевую терапию или лекарственную терапию. Перед вами исследование одной из древнейших, но в общем-то рандомизированных клинических исследований, которая сравнивала адъювантную лучевую терапию с наблюдением. Достаточно длительный период. 214 пациентов подверглись наблюдению, 211 – дистанционная лучевая терапия. И посмотрите, как по безметастатической, так и по общей выживаемости получено практически двухлетнее преимущество в пользу адъювантной дистанционной лучевой терапии. Но при более длительном наблюдении, несмотря на то, что 20% десятилетнее преимущество в выживаемости без прогрессирования, не достигнуто достоверного улучшения по общей выживаемости и без метастатической выживаемости. Ну, то исследование, когда оно было инициировано, и результаты которого мы сегодня уже видели, поскольку наиболее длительный период их был зафиксирован и представлен на, и озвучен сегодня Ильей Валерьевичем, это исследование Radicals, 1396 пациентов, половина сальважная лучевая терапия, половина адъювантная. Хочу сразу отметить, что вот все современные исследования, которые сейчас уже подводятся итоги, сальважная лучевая терапия в эту категорию больных включались в пациенты уже с наличием простатоспецифического антигена 0,2. То есть 0,1 – это еще не рецидив, чуть больше – это уже биохимическое прогрессирование заболевания. Так вот, при медиане наблюдения 5 лет, вы видите, что выживаемость без биохимического прогрессирования была одинаковой в обеих группах, при том, что, согласно характеристике этих пациентов, группы были более или менее сбалансированы. Но обратите внимание, насколько выше частота нежелательных явлений со стороны именно лучевых реакций, как поздних, так и ранних, именно в случае применения адювантного лечения. То есть немедленного, независимо ни от чего, основываясь только на предиктивных моделях. Действительно, со стороны, справа со стороны мочевого пузыря, слева со стороны прямой кишки. И вы видите, насколько чаще вот эти явления регистрировались как через год, так и через пять в случае обязательной выполнения лучевой терапии. Следующее исследование, Рейвс, тоже более современное. Выживаемость без биохимического прогрессирования у 166 против 167 пациентов оказалась одинаковой, независимо от того, адювант это был или сальважная лучевая терапия. И обратите внимание, включение пациентов в протокол сальважной терапии через восемь лет наблюдения почти 50% пациентов оставались без биохимического прогрессирования на уровне ПСА 0,1 и подверглись дальнейшему динамическому наблюдению. При многофактором клинико-пантоморфологическом анализе ни один из показателей не оказал статистически значимого влияния на выбора в пользу той или иной вида терапии. Но одно из аналитических обзоров один из аналитических обзоров заставил меня все-таки немножко задуматься и не так твердо утвердиться в необходимости только сальважной терапии. Обратите внимание, 26 тысяч пациентов. Из них 2 тысячи пациентов умерли, из них 539 умерли от рака предстательной железы. Да, это ретроспективное исследование, но в него включались пациенты именно с самым высоким риском. Вы видите Айсуп-4,5, наличие метастазов в лимфатических узлах или, все время или, или местно распространенный опухолевый процесс. Так вот, при использовании адювантной лучевой терапии риск смерти от любых причин был значимо ниже для пациентов с индексом галлюсона 8-10 из стадии Т3, Т4 и независимо от метастазов в лимфатических узлах. Да, при наличии метастазов использования адювантной терапии риск был ниже, при отсутствии метастазов в лимфоузлах выше, но, тем не менее, он был значимо лучше в пользу адювантной терапии. Позвольте поделиться скромным опытом, мое скромное представление этого колоссального опыта нашего центра, а именно радиологов Института имени Герцена. 262 пациента в возрасте от 44 до 84 лет получили сальважную или спасительную лучевую терапию. 256 из них были после радикальной простатектомии, совсем мало после аблативных технологий, 4 после брахитерапии. Распределение по стадиям было 38% пациентов, это Т2 и подавляющее большинство местно распространенный опухолевый процесс. Метастазы в лимфатических узлах при простатектомии диагностированы у каждого четвертого пациента, у четверых, в том числе метастазы в параортальных лимфатических узлах. Положительный хирургический край был оценен у 126 больных и был положительным в 61% случаев. Обратите внимание, ПСА стартовый до, перед простатектомией от 2,8 до 280 к вопросу о выборе радикальной простатектомии в этом случае. И ПСА на начало лучевой терапии тоже, обратите внимание, от 0,13, как правильно, до 15, со средним значением 2,9 и с медианой 1,3. Интервал между хирургическим лечением радикальной простатектомии и началом лучевой терапии от 3 до 200 месяцев и по верификации у 9% пациентов не было гистологической верификации рецидива болезни. Вид рецидива тоже различался. В основном это локальный рецидив, но в том числе были пациенты с биохимическим прогрессированием и с метастазами в лимфатических узлах. Индекс глисона также перед вами подавляющее большинство больных это 7. Итак, результаты лечения. При медиане наблюдения 28 месяцев живы без признаков прогрессирования более половины, а это 55% пациентов. Прогрессирование 45% пациентов в сроке от 2 до 144 месяцев. Надо сказать, что в группе прогрессирования болезни только у 6 пациентов продолженный рост болезни реализовался в зоне облучения. Повторная лучевая терапия проведена 10 пациентам по поводу реализации метастазов и 2 пациентам по поводу метастатического поражения лимфоузлов выполнена лимфоденоктомия. Ну и по характеру прогрессирования вы видите, что большинство пациентов это все-таки метастатические процессы в костях, ну и биохимический рецидив и забрюшинные лимфатические узлы. Одно из исследований коснуется лекарственной терапии, поскольку я надеюсь, что следующий докладчик с удовольствием об этом расскажет более подробно. Надо сказать, что у пациентов с метастазами в лимфатических узлах оптимальное применение андроген-депривационной терапии в сочетании с лучевой терапией показало лучшие результаты при метастатическом поражении более двух лимфатических узлов. 710 пациентов с метастатическим поражением лимфатических узлов было включено в исследование. Всем из них была проведена лучевая терапия. Вы видите, в подавляющем большинстве случаев это все-таки адювантная терапия и 19% спасительная, и 78% из них назначена андроген-депривационная терапия. Так вот, при медиальном наблюдении 116 месяцев общей десятилетней выживаемости 82%. Применение андроген-депривационной терапии было связано со снижением риска общей смертности у больных с больше, чем двумя метастазами в региональных лимфатических узлах. Теперь перейдем к биохимическому прогрессированию. Перед вами шкала оценки ЕАУ, вернее, шкала Европейской ассоциации урологов для оценки риска в случае биохимического прогрессирования. Причем, в зависимости от того, какой метод лечения был предложен пациенту, мы делим их на низкий риск и высокий риск, и позвольте критерии не зачитывать. Так вот, это исследование, которое было опубликовано в 2023 году, продемонстрировало 15 тысяч, более, почти 15,5 тысяч пациентов после дистанционной лучевой терапии или радикальной простатой ктомии. Радикальная простатой ктомии почти 10 тысяч, дистанционной лучевой терапии 5,5 тысяч. Так вот, их сначала градировали по известным нам критериям КАПРА по оценке риска прогрессирования, а затем уже по критериям ЯУ при наличии биохимического прогрессирования. Так вот, было показано, что кумулятивный риск биохимического прогрессирования был выше после простатой ктомии по сравнению с ДЛТ, но риск смерти от рака предстательной железы был выше при биохимическом прогрессировании после лучевой терапии, чем после простатой ктомии. Кроме того, у авторов вызвали сомнения, вот валидность вот этого теста, в отношении, я имею в виду, оценки риска прогрессирования по критериям ЕАУ в случае именно лучевой терапии, поскольку, обратите внимание, 51% у больных с низким риском. Все-таки эта цифра низкая и не соответствует определению низкого риска прогрессирования. Ну, эти только что озвученные мной графики. Ну и несколько слов о ПЭТ-КТ, о значимости ПЭТ-КТ. Мы сегодня много об этом говорили, так вот, при биохимическом прогрессировании. Ряд авторов считают, вот, и доказали это на опыте 323 пациентов, что в 62% это изменило план лечения. Следующее исследование показало, что у 19 пациентов с уровнем ПСА менее 0,5 применение гали ПСМА ПЭТ-КТ изменяет план лечения практически у каждого третьего пациента. Следующее исследование показало, что у 272 пациентов с уровнем ПСА всего 0,5 до 1 изменение плана лечения андрогенно-депривационной терапии или местная лучевая терапия. А теперь позвольте продемонстрировать вам исследование, которое включало 11 академических центров, 5 стран, более 1000 пациентов. Медиа на наблюдение 33 месяца. Согласно ПСМА ПЭТ, вы видите, 42% локальный рецидив, 30% метастаз в региональных лимфатических узлах и 36%, извините, надо было профилактическое взять в кавычки, то есть мы имеем биохимическое прогрессирование, но не имеем изображения на ПЭТ-КТ в виде прогрессирования. Так вот, кроме того, пациентам применялись различные методы лучевой терапии, я имею в виду адювантная или сальважная, 10% извините, всем применялась сальважная лучевая терапия, я имею в виду методы различной лучевой терапии, 10% менее 66 грей, 54% 66-70 и 36% более 70 грей. Ну, треть больных получала дополнительно андрогенно-депривационную терапию. Так вот, обратите внимание, что статистически значимым оказалось именно, опять же, клиника патоморфологические характеристики болезни. А вот тот факт, визуализируем мы метастазы на ПЭТ-КТ или рецидив, или не визуализируем, не оказали никакого влияния на выживаемость больных, на дальнейшее биохимическое прогрессирование. Спасительная лимфоденоктомия после радикальной простатоктомии. 27 исследований медиана удаленных лимфатических узлов при радикальной простатоктомии от 6 до 15 в этих 27 исследованиях. Без лимфодиссекции 14,7% положительные лимфоузлы диагностированы у 10% пациентов. Это первичный процесс, я о первичном процессе рассказываю. Медиана ПСА теперь после простатоктомии составила 3,2, медиана количество удаленных лимфатических узлов 19,8, медиана положительных лимфоузлов в этом случае 4,7, тазовая плюс параортальная лимфоденоктомия до 60% больных. Так вот, при медиане наблюдения 29 месяцев полная ремиссия зарегистрирована у 44% больных. Полная ремиссия по ПСА в случае билатеральной лимфоденоктомии 90%, унилатеральной 33% и таргетной. Представляете, для меня было открытием, что выполняя сальважную лимфоденоктомию, можно выполнять ее таргетно, основываясь только на результатах ПТКТ. Двухлетняя выживаемость без прогрессирования достигает 64%, пятилетняя 31% и пятилетняя общая выживаемость 84%. В этом анализе было 27 работ. Все они, как вы понимаете, предусматривали проведение ПТКТ. И только 6 из них предусматривало выполнение ПТКТ с ПСМА. И я позволила себе проанализировать именно эти работы, поскольку вы знаете, что ПТКТ с ПСМА все-таки на сегодняшний день стандарт перед выполнением сальважных операций. Количество больных 219. Уровень ПСА от 1,13 до 3,9. Полная ремиссия по ПСА у этих пациентов зарегистрирована до 64,5%. И именно это тот процент, который обеспечивает наибольшую ремиссию, сравнивая с другими радиозатопными методами. Медианное наблюдение 12 месяцев. Выживаемость без прогрессирования до 64%. Ну и количество позитивных лимфатических узлов, позвольте не зачитывать. А теперь три слайда о тех рекомендациях, которые на сегодняшний день у нас есть в серьезных, в том числе одобренных Министерством здравоохранения Российской Федерации сообществах. Так вот, один абзац я нашла в действующих рекомендациях по тактике лечения в отношении рецидива болезни. И это касается только брахитерапии. Брахитерапию мы с вами можем использовать в случае у пациентов при рецидиве после лучевой терапии. У пациентов после нерадикально выполненной простатоктомии рекомендуется выполнение именно сальважной, низкомощностной или высокомощностной брахитерапии. НССН рекомендует нам с вами выполнять лучевую терапию в случае высокого риска в сочетании или без андрогенно-депривационной терапии или мониторить пациентов и выполнять сальважную лучевую терапию. В случае наличия метастазов в лимфатических узлах здесь лучевая терапия с андрогенно-депривационной терапией или также мониторирование до назначения сальважных методов лечения. Здесь большая выкладка из НССН и Европейская ассоциация урологов рекомендует нам не использовать адювантную гормональную терапию при отсутствии метастазов в лимфатических узлах, использовать адювантную лучевую терапию у пациентов с неблагоприятными прогностическими признаками после простатоктомии. В случае Н1 здесь вы видите нестрогие критерии для назначения той или иной терапии. В заключение я с вами хочу сказать, действительно мы с вами конечно не можем повлиять на решение радиотерапевта, какой вид терапии проводить и в каком режиме ее проводить и так далее. Мы не можем с вами зачастую повлиять на решение химиотерапевта, какую лекарственную терапию после нашего лечения назначить, но мы с вами в состоянии грамотно и четко определять показания для выполнения радикальной простатоктомии. Мы с вами в состоянии грамотно и четко вычленить именно тех больных, для кого она окажется методом лечения с длительным безрецидивным периодом лечения. Мы с вами можем мониторировать тех больных, у которых оказался высокий риск болезни, достаточно правильно и вовремя направлять к тем или иным специалистам. Поэтому все в наших руках, у меня все, спасибо за внимание.